Остановка «Золотые ворота». 9 утра, пассажиры садятся в старенький троллейбус. Таких на кольцевом маршруте во Владимире хватает. Их средний возраст – 15 лет. Для Рогатова – солидная цифра. А это новенький массово. Владимир, он приехал с Минского автозавода. Белорусские троллейбусы имеют высокую репутацию. В свое время успели зарекомендовать себя и в областной столице. Мы сравнивали модели. У нас есть опыт эксплуатации наших троллейбусов российских. Таких как «Тролза», «Трансальфа». В том числе у нас были и белорусские машины, кстати говоря. С 2002 года мы эксплуатировали 4 машины. Белорусских, правда, не масса, а «Белкоммунмаш». Но это родственное предприятие. И нам эти белорусские машины в то время очень понравились. Не просто троллейбус. Умный, рогатый. Оно сейчас автоматически адаптируется. Да, ну отлично, да. Инновационный потенциал и комфортность – главные фишки нового электротранспорта. Подвижной состав оценил лично глава города. Дмитрий Наумов посмотрел салон. В нем удобны и посадочные места, и противоскользящий пол, и поручни. Комфортно в салоне будет и людям с ограниченными возможностями здоровья, и большим семьям, и студентам. Мне не чуждо ездить на автобусах, на троллейбусах, когда студентами, да и всегда пользовались именно этим видом транспорта. Хочу сказать, что новые троллейбусы гораздо приятней, эффективней. Самое главное – там есть климат-контроль, есть возможность охлаждения и подогрева салонов, что, конечно же, для людей будет очень хорошим подспорьем. Все под контролем, и пассажиры, и порядок в салоне. Он умещает до ста человек. Они сидят на мягких эргономичных сидениях. Из 30 10 находятся на низком полу. Проехать с комфортом на них могут инвалиды и мамы с детьми. Стоит один троллейбус 23 миллиона рублей. Владимирцы такую покупку оценили на отлично. Первое впечатление самое замечательное. Новый троллейбус – это здорово. Побольше бы их. Потому что парк все-таки у нас очень старый. У нас только все как бы новое, чистое, сидение комфортное. Но хотелось бы побольше такого транспорта в городе. Рады, что что-то меняется у нас. За рулем Вячеслав Розенфельд. Он опытный водитель троллейбуса. Разницу между старым рогатым и новым ощущает кончиками пальцев. Кабина максимально автоматизирована. Вячеславу такая начинка нравится. Комфортно, очень удобно. Хороший ход машины. Еще одна особенность машины – система увеличенного автономного хода. Благодаря ей бесконтактной сети троллейбус может проехать до 20 километров. Это качество было учтено при выборе рейсов. Рогатые новички уже сегодня возят пассажиров по первому, пятому, седьмому и восьмому маршрутам. Наталья Забнина, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова